значит у нас сегодня разговор про переводы я сказал переводы потому что на самом деле когда мы собираемся переводить программный продукт на какой-то другой язык оказывается что помимо перевода есть еще куча разных действий которые нужно проделать чтобы значит этот самый программный продукт стал действительно как это сказать по-другому ну чтобы могли воспринимать носители другой языковой культуры вот связи с этим я вот начал говорить пока мне было плохо слышно в связи с этим довольно показательно что разработка программного продукта это по большей части процесс поступательной то есть инкрементальной мы пишем программу потом ее исправляем улучшаем добавляем мой возможно удаляем какие-то старые фичи потому что они не нужны но как правило скажем так отличие див между предыдущей новой версии программы состоит в том что мы туда что-то добавили и значит там поправим вот а вот как ни странно оснастка локализованная программы там тексты мы все остальное что мы поговорим довольно часто от версии к версии меняется ну про дико вот например документацию и дело даже не в том что ее там что ли сильно сильно переписали а в том что у нас нету нормальных технических средств отслеживания того как вот мысль документописателя менялась со временем то есть у нас есть два файла который даже возможно похож друг на друга но там во многих местах всякие слова поменены и все не говоря уже о других частях нашего программного продукта который тоже требует адаптации если мы собираемся приведить при при привести наш продукт в поигодность для использования других языковых средах культурных вот значит помимо перевода например ну давайте прям посмотрим что еще нам может понадобиться ну правда мы этого делать не будем сегодня но тем не менее например если вы используете какие-то графические толки там виджеты до размер и оформление этих виджетов потому что длина перевода может не совпадать драматически не совпадать с длиной исходного сообщения или надписи на кнопке например да есть языки которые пишутся справа налево и соответственно там вся планировка виджетов должна быть другая вот и так дальше картинки которые у вас используются для оформления тоже могут быть непригодны для использования в другой языковой среде ну например потому что есть сообщества в которой вот такой вот жест означает примерно так что тоже существует такой вот это во первых а во вторых ну всякие там крестики внезапно могут неправильно понять а главное на самом деле переводы надписи вот у вас есть картинка а на ней фотография чего-то а там что-то написано например знак дорожный этот дорожный знак он какой-то такой вот да а вы значит с этим ну американский например в котором очень где очень часто пишут прям английским текстом чего от вас хотят а вы хотите это адаптировать ну скажем к русскому да значит было бы неплохо это вот эту картинку тоже поменять надпись поменять на русскую а дорожный знак поменять на адекват вот что еще управляющие клавиши вот эти вот короткие да там control в control c control что-то там вот ну вот они тоже могут вполне поменяться особенно непонятно что делать китайцам или там японцам у которых иероглиф в качестве основной клавиатуры вообще говоря раз уж пошла такая пьянка у нас есть команда шка лакею который показывает различные языковые настройки да и там ведь не только язык да значит всякие типизация симов но это не очень интересно представление числа представление денег представление адреса представление не знаю там единиц измерения да вот 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 много различных параметров того чем вы пользуетесь при локализации да может поехать и от этого значит соответственно изменится внешний вид вашей программы кстати сказать ща дайте вспомним ну-ка о шикарно обратите внимание на утилиту printf которая есть в составе дистрибутина вот не замечаете ничего ну у нас тут соединение длинная поэтому значит тот кто заметил тот заметил я скажу видите запятую разделительный согласно правилам русской локализации числовой разделитель в вещественных числах знак разделить в вещественных числах это запятая и не сходя с места да 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 спасибо андрей все правильно значит и не сходя с места скажу что вот на эти грабли наступали вообще все разработчики программных продуктов которые я только знаю начинают microsoft и заканчивая значит там людьми которые процент в конце это отсутствие перевода строки так зачем зачем мне обозначает что он вывел это но слушайте вот смотрите ой нет не здесь здесь будет ужасно сейчас вот здесь если я запустил баш да какая кошмарная штука и написал вот так боже у баша все еще хуже он говорит что у вас входной памятник тоже неправильно вот видите что сделал баш баш строк не перевел и просто сделал вот такую фигню вот зашел заботится о нас и нашем здоровье и говорит что ребята но блин тут должна был быть перевод строки но его тут нету вы наверное забыли а я все-таки и переведу это относится исключительно к свойствам шелла боже какая какая как надо перекрасить это же цвет просто ужасно да о чем это я это я о том что вот на эти грабли наступали абсолютно все что в текущей локале русской как видите даже на входе придет не хочет этот самый башевский принтер не зашельный не хочет понимать число через не через запятую а теперь представьте себе что у вас ну не знаю там а генератор поскрипта который пользуется printfm в поскрипте если вы не знаете поскать такой язык программирования для принтеров вот ну и вообще для графических устройств на котором значит пишут такой выходной формат файл то есть вы посылаете поскрипт на принтер он принтер вот тут же печатает язык программирования в нем разумеется есть координаты ну и всякие такие штуки вот да что далеко ходить вот exterm которым я пользуюсь не так давно где-то полгода назад может быть год поимел возможность дампать экранчик в svg файл и вот в этом свг файле были описание цветов и они тоже делались с помощью printf и в российской локале они внезапно говорили он дабил все черные 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 цветы потому что там написано ну давай сейчас я прям покажу я прям покажу тут сейчас секундочку где-то здесь должна быть не вижу а вот и свг скрин да вот он вот и вот как видите а здесь есть описание цветов вот в течение непродолжительного времени это описание цветов было через запятую согласно русской локали потому что используется printf вот очень удобная кстати фича в экстерме смотрите ее же можно теперь о смотрите какая красотища это скриндап моего крана он селекта был из него можно копипастить кусочки вот такая вот красотища ну так вот я написал томасу томас грида действительно я забыл что существует всякие локали типа датской или русских который такая фигня но и естественно по правилам но вот о пользе и вреде локализации что еще может потребовать локализации ссылка на внешние ресурсы техподдержка вместо где вы продаете издатель ну телефоны и урели все в некоторых случаях шрифты особенно если они кастом что еще может что может быть какая-нибудь документация как электронная так и бумажная может какая-нибудь раздатка если у вас есть какие-то шаблоны например вы пишете текстовый процессор да эти шаблоны тоже должны быть переведены короче объем перевода который вы делаете к программному продукту достаточно велик и самое что печальное если в нем произошли какие-то изменения эти изменения очень сложно автоматизировать из них такой прямо тип сделать нельзя зачастую или можно но для каждого инструмента это делается по-своему а получается такой громадный что лучше бы его не делать проще все переписать заново в общем вот что мы можем сделать с этим мы можем мы можем как минимум автоматизировать полуавтоматизировать как это есть понятие автоматически есть автоматизированные автоматически когда все само делается автоматами а автоматизировано когда при помощи автоматов так вот можем автоматизировать процесс перевода файла сообщений в программе вот и это будет достаточно хорошая штука теперь относительно терминологии есть два термина локализация и интернационализация поскольку шло интернационализация она очень длинная обычно используется сокращение и 18-н и и и и l10-н логализация и 18-н интернационализация собственно и 18-н это такая штука когда ваша программа внезапно понимает что она на нескольких языках то есть это не про перевод а А про подготовку программного продукта к возможности его локализовать. А вот локализация это уже как раз собственно перевод и вообще адаптация всех языковых предпочтений. Ну какую-нибудь еще теорию развести прежде чем переключиться на геттекст. Что бывает очень полезно при локализации? Ну во-первых сводная терминология. Как глобальная, как вот общий словарик для терминологии был такой проект, назывался Young Common, до сих пор существует. Но что-то он давно не обновлялся. Значит где сводный словарь переводов. Ну да, все правильно. Значит сводный словарь переводов. Мне очень жаль, что дело так не дошло до большого всемирного проекта. Ну типа все и так знают вашу терминологию, а потом вы открываете перевод какого-нибудь, извините, Windows на русский. Там такие интересные термины иногда встречаются, что хоть всех святых неси. До сих пор. Что-то у них там вот с корпоративным словариком не то. Ну в общем обрывает просто люди Google Translate, Google Translated и говорят, не так сойдет. Более интересная штука. Это так называемый Translation Memory. Translation Memory это локальная словарь перевода, когда вы в рамках одного, хотя бы одного проекта переводите одни и те же сущности одинаково. Потому что иначе, если вы периодически пишете, то скопировать, то сохранить, то записать, да, ну вернее, ну как-то так, да, для одного и того же термина, то у пользователя это самое потихонечку развивается, ну что-нибудь такое неправильное, психическая болезнь какая-нибудь развивается. То есть какие-то словари, которые хранят память переводов, различных переводов того, что у вас было в программе, вот, как различных вещей, так и, например, вы добавили кусок, перевели его, удалили этот кусок, потому что он оказался ненужен. Потом решили, что он все-таки нужен или написали другой похожий и там выясняются опять такие же примерно сообщения и эти сообщения просто берутся из памяти переводов. Еще очень интересная штука, с которой мы, надеюсь, встретимся сегодня, это нечеткий перевод, то есть ситуация, когда вам ваш система перевод говорит, слушайте, ну у вас в принципе нету такого перевода, но есть похожий. Вот в Translation Memory был какой-то или там в соседнем сообщении вы уже похожее переводили, да, вот попробуйте, значит, я вот ни на что не претендую, но на всякий случай вам тут закипепащу, вот, похожий перевод, дальше решайте сами. Как ни странно, это очень сильно помогает, потому что просто ты начинаешь понимать контекст, ты понимаешь вообще про что это, что это за, вот, да, а еще у пользователя развивается английский интерфейс. Конечно, совершенно справедливо, дорогой сокращенец, известно, что техническую часть документации лучше читать на английском языке, если, конечно, авторы ее писали на английском, потому что если авторы писали ее на, там, венгерском, я тут недавно имел дело с этим, то читать это невозможно, вот, в том числе английский вариант, но он лучше, чем венгерский, вот, если вы не венгер, то английский лучше. Что такое интернационализация? Интернационализация, это ситуация, когда мы берем программу, которая не знает, что ее вообще-то перевозят, и превращаем это в программу, которая знает, что ее перевозят. Для этого, на самом деле, есть много разных технологий, самое старое, мы все сообщения номером этого сообщения, а все сообщения складываем в специальную базу данных с номерами, и дальше, говорю, ошибка номер 384. Она лезет в базу данных, находит там ошибку номер 384, и в зависимости от локали, находит ее либо в табличке русские ошибки, либо в табличке английские ошибки, да, как-то так. Вот, очень неудобно в том смысле, что у вас при этом программист видит исключительно вот эти номера жуткие. Можно вместо номеров делать такие условные имена, ну, типа, как DefineVC, вот, там, ER, HMR, BTR, 12, вот, и вот это HMR, BTR, должно программисту намекнуть, что на самом деле это там ошибка, ну, не знаю, памяти. Вот, тоже, в общем, довольно неприятный способ, он хорошо работает, когда у вас таких ошибок всего, там, не знаю, 80. Да, кстати, способ с номером ошибки хорошо работает, когда у вас таких ошибок всего 7. Вот, вот как сигналы, да, сигналы можно чуть ли не наизусть знать. Оказалось, наиболее эффективный инструмент, это когда у вас идентификатором вашего сообщения является ваше сообщение на английском языке. Ну, строго говоря, на любом исходном языке, с которого вы потом переводите. Вот, у этой фишки, то есть идентификатором является само сообщение, у этой фишки есть две главных, два главных свойства. Первое свойство, уже интернационализованная, но еще не переведенная программа, отлично выглядит, там все сообщения остались на своих местах, просто они обмазаны специальной функцией перевести это сообщение. Вторая фишка, если у вас в разных местах программы встречаются абсолютно идентичные сообщения, они переводятся идентично. Есть способ задания контекста. Вы можете сказать, вот в таком контексте данное сообщение переводится так-то, а в сиком так-то. Смотреть мы этого не будем, потому что эта фишка, у нее как бы две стороны. С одной стороны, если у вас одно и то же сообщение встретилось два раза в вашей программном продукте, или много раз, и каждый раз оно значит разное, то переводом это не исправишь. Лучше само сообщение поправить, если оно реально значит разное в разных местах. А пользователь видит одинаково. С другой стороны, если оно означает примерно одинаковое, то может быть имеет смысл действительно, если оно у вас по-английски одинаковое, перевести на родной язык одинаковое. Пользователь тогда будет примерно в том же положении, как что и глядя на английский интерфейс. Инструмент, которым мы будем заниматься, называется Gnouget-текст. Довольно мощный инструмент, для всего этого предназначен. Итак, сначала мы производим интернационализацию. Я забыл упомянуть, но мы это увидим. Мы это увидим глазками, хорошо. Я сейчас упомяну только словами, а мы увидим это глазками. В процессе интернационализации важна еще поддержка, в процессе локализации. Важна и интернационализация той же на самом деле. Важна поддержка так называемых множественных форм. Потому что в разных языках множественные формы имеют немножко по-разному устроенное. Например, в английском языке две множественные формы, вообще в германских языках, а в русском три. вот у нас там у нас есть три множественной формы 1 немножко и много вот одна ошибка 2 ошибки 5 ошибок много больше 4 4 ошибки опять уже ошибок представляете какая фигня саши возвращаемся к нашим баранам провели мы и и интернационализацию и это значит что наша программа знает что ее могут перевести и пользуются для вывода пользуются в коде не просто строками а строками переведенным как каким-то образом обмазан перевод после этого мы можем уже смело запускать всякие инструменты которые проанализируют наш кодку найдут там интернационализированные кусочки и на основании этих кусочек построить шаблон перевода так называемый горшок вот значит горшок с переводами с шаблоном перевода это все что нужно для перевода за исключением самого перевода но еще там всякие идентификаторы пользователя можно тоже туда вписать почитайте в документации что значит итак мы на основании нашего кода создаем шаблон перевода со всеми сообщениями в актуальном их вид дальше на основании шаблона создаем прототип нашего перевода в котором будет уже написано что это перевод скажем на русский язык что в нем так такая-то форма plurals множественное вот что это перевода такой-то автор ну и так дальше уже в этом виде мы сейчас увидим уже в таком виде переводом можно пользоваться только все пустые строки просто не будут переводиться они будут не будут заменяться на переведенные будут значит использоваться не переведен на английский вот дальше мы переводим можно значит обычным редактором время очень неплохо все это выглядит в эту видите есть инструмент перевода всякие хитрый вот и дальше мы из вот этого файла с переводами компилируем файл бинарный в котором значит эти переводы как который что-то такое себя представляет надо посмотреть то ли это файл на определенном языке как у которой свой интерпретатор кажется так вот зачем он нужен а вот для тех самых множественных форм потому что к нам приезжает две разные множественные формы на английском языке а мы из них должны сделать три разные на русском и это какая-то логика которая должна выполняться соответственно файл с переводом вот собственно все можно пользоваться если у нас требуется обновление то вот тут вот такой красивый цикл значит мы опять генерируем новый шаблон если там что-то изменилось то скорее всего x get текст поменяет на новый шаблон вот если что-то пропало значит пропало вот а вот дальше мы сливаем новый шаблон со старым переводом с помощью мерч при этом если какие-то переводы пропали они уходят translation memory превращается комментарий мы это увидим если успеем вот и если вдруг есть какие-то новые или какие-то изменения то как раз будет фазе translation нам попытается где-то текст применить старый перевод к новому сообщению правда пометить память этот тегом фазе это будет означать что в реальную в реальную компиляции он не попадет вот дальше мы это правил дальше компилируем и так по кругу вот 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 эта картинка все мне кажется я все всю теорию сказал по словам части никакие переводить не нельзя если важен контекст я в свое время проучился где-то полтора года в институте журналистики литературного творчества на отделение художественного перевода вот ничего оттуда не подчеркнул кроме того что знал за исключением общение с очень интересными людьми которые там были в преподавателях но вот привычку так как переводить то-то и то-то привычку отвечать вопросом на вопрос а в каком контексте я получил то есть без контекста мы ничего перейти не можем слово точно не может собственно идиотские переводы которые мы часто видим в игрушках и в программных продуктах это именно потому что а переводчики им выдают такой полотенце с какими-то странными фразами вот короткими а то есть со словами говорят переводи они переводят в мире своего понимания хорошо значит есть вот такая методичка по использованию по использованию гиттекста мы ее практически ее будем сейчас отщелкивать но не совсем ну окей значит чем мы сделаем давайте мы напишем файл давайте мы напишем сами программу не будем ничего пастить ой что-то у меня с сетью какая-то просто 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 гадость какая-то ну ладно ну чё там все вот все все по минимуму и дмэйм или инска будет инт мэйн вводит чтобы не приставала инф и да сетью ужас какой-то принт его запятая world висклицательный знак да и значит for и ой нет это питон хехе-хехе и равняется нулю и меньше пяти семи и плюс плюс принт это был мой любимый слог птирф принтф ло запятая процент д вор так это задел на будущее мы потом потом эту программу ухудшим в смысле улучшим дэдэч ну конечно это я забыл ой 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 а где перевод строки вот видите z shell опять процентики нарисовал потому что перевод строки забыл ну под рукой есть кабель но он не рабочий практически ладно проехали давайте пока потерпим а там будет видно я посмотрю что можно сделать чтобы не было таких конфузов так ну наконец то все отлично вот наша программа прекрасная значит давайте ее интернационализируем ну давай ну ну давайте значит интернационализируем ну что мы для этого должны сделать для этого мы должны обмазать все строчки которые мы хотим переводить специальным макросом который выглядит вот так вот на самом деле он выглядит не так на самом деле он выглядит вот так вот давайте мы это это мы сейчас пока да давайте мы убедимся что это все работает вот специальный макрос который ничего пока не делает вот программа ничего не делает все хорошо только cc надо сделать что сделал не так не там обмазал не там обмазал спасибо дорогая вот здесь все как у людей значит макрос работает обратите внимание кстати что что наша программа ничего не открывает никаких файлов только приводит приводит на смысле библиотечку больше ничего да это еще не все конечно мы еще должны обмазать ее собственно самим самим гид текстом для этого нам нужно что сделать для этого нужно заинклюзить пару файлов вот да программа ничего не делает все хорошо именно так вы совершенно правы вот значит заинклюзить пару файлов вернуть на место этот макрос и пожалуй сделать еще две вещи про которые стоит рассказать отдельно ну три три вещи значит ой что тут какая-то фигня значит во первых давайте вот так во первых мы должны установить текущую локаль локаль это делается вот такой командный дело в том что пока вы это не сделали у вас локаль будет никакая то бишь c вот с помощью с помощью специальной библиотеки которая входит конечно сейчас в состав липси у вас устанавливается нужная локаль после чего все функции локализованные начинают ходить именно к этой локали по умолчанию у нас будет русская вот дальше мы должны это я скопипастил давайте мы переименуем в хелл потому что потому что я так хочу с одной буквы л чтобы не путать хелл хелл это такой скандинавский ад мы должны сказать ребята мы говорим что у нас есть такой домен 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 это скажем так то что мы перевозим вот и этот домен будет лежать вот в этом каталоге плохой каталог негодный ну про этот еще поговорим пока пускай будет так потому что потому что мы еще ничего не сделали дальше мы домен включаем то есть говорим так вот мы будем пользоваться переводами из этого домена и дальше все должно работать значит сейчас у нас должна получиться работающее программа которая ничем не отличается по функциональности от того что было за исключением того что я внес какую-то фигню по ну даже не вас вот разница никакой все хорошо но если посмотреть внимательно мы увидим что наша программа стала лазить во всякие страшные места в частности вам usr шаре локаль за нашей локалью вот вот это вот строчка с двумя слышами от как раз результат того что мы забиндели домен соответствующий по символные скринкасты на текстовых терминалах существуют вот я рассматривал эту возможность но мне кажется для выкладывания в youtube чек говорящая голова в углу и вообще вот вся вот это вот это более занимательная вещь а вот когда речь пойдет о например семинарах где важно фидбэк мгновенный то возможно скринкаст пассивный будет нашим спасением но я об этом еще не думал вот вот так надо на самом деле было написать не важно сразу скажу что мы этот кусок переделаем потом просто вот это правильное место куда надо класть локализацию на самом-то деле она именно там и лежит смотрите ну а видали он это вот все программы которые локализованы переведены там лежат их скомпилированные переводы кстати обратите внимание это messages некоторые программы пользуются таймом для тоже переведенным в основном в основном коре юзилс вот ну вот то есть вот вот это вот это вот оно окей ой не то значит чем мы делаем дальше собственно программа интернационализирована она готова к тому что мы сейчас на ее основе создадим создадим дайте открою шпаргалку а шпаргалку прям тут можно открыть так у меня есть шпаргалка которую я вот она которую я готовил пока готовил вот значит я ее открою просто потому что там все написано что нам надо так первым делом поскольку у нас уже есть изготовленные нами программный продукт уже интернационализированный обратите внимание что например вот эти штуки не интернационализированы потому что не нужно мы можем запустить специальную утилиту который называется x get текст вот который нам на основании анализа нашего файла изготовит к нему перевод мы использовали вот здесь вот макрос подчеркиванием это x get тексту должны сказать что подчеркивание это тоже такое ключевое слово а вот что такое минус c я не помню видимо прав был чувак француз когда использовал полные у него кстати минус c не используется давайте почитаем значит x get текст изготовят нам на основании нашего сишного файла шаблон его перевода минус c не грепой глазками грепой грепом от комминс а значит минус c это такая удобная штука давайте и мы ее мы ее тоже которая добавляет файл с переводом немного непосредственно лежащий рядом с вашим переводом комментарий значит single форм и и плюрал файл вот вот этот комментарий приедет к нам в переводы ну потому что типа он нам помогает понимать о чем идет период окей запускаем значит x get текст вставлять комментарии ключевое слово подчеркивается и является ключевым словом минус о горшочек до хель . под а ну да еще какой входной файл 1 входной файл у нас хель . хель черт знает не знаю я думаю что должно всякое понимать вот чего результате получилось в результате получился файл под названием хелпы . под я потому что неправильно назвал должен называться хель . под вот этот самый файл хель . под давайте мы его посмотрим этот самый файл хель . под это и есть шаблон для всевозможных переводов в данном случае это шаблон с переводом для перевода с русского на русский в этом шаблоне надо некоторые поля запомнить значит поля вот этот значит вот здесь надо копирайт да значит ну и здесь я да это было слово орг так значит вот это вот обязательный комментарий вот ругать не надо пакет версии дать посмотрим что он советует заполнять тут да силу 0 0 сель 0.0 вот так под крейшин дэйт по ревизион дэйт оставляем потому что это вот для горшочка с переводом раз транслятор оставляем language team ну можно написать language team то есть идея стоит в том что если у вас какие-то претензии к переводу вы пишите не конкретному транслятору который вполне возможно даже в тим не входит а вот по адресу который написан в лингу чтим давно и соответственно чертсет у нас у тв 8 я так думаю подсмотрим у тв 8 вот обратите внимание что этот горшочек в нем некоторые поля все еще не переведены они будут переведены при изготовлении из него конкретно русского перевода вот вот у нас есть два два сообщения сообщение хелло ворлд и херло процент д ворлд вот мы их все сейчас и переведем горшочек теперь значит после того как мы этот горшочек сделали мы на основании этого горшочка сейчас изготовим файл с переводом он делается вот так вот значит msg init только давайте man почитаем по нему чтобы было понятно что он делает минус и input файл минус а output файл минус лак и минус лак или где-то в лакале минус л лак альпом больше ничего не надо msg init и нет минус и хельпот минус о ну скажем у . под и минус и это минус да и минус и льру он так ребята вот мы там сейчас в тот шаблон будем вписывать ваш электронный адрес пускай будет такой ну пускай будет такой пофиг вот в результате что только не под это я опять ошибся значит разумеется по да горшок у нас только один на всех по это уже файл с переводом вот да да значит вот он по вот этот файл с переводом в котором вписали меня в качестве переводчика вот этого самого меня до вписали какой-то language team мы непонятный ну и хрен с ним значит и вписали довольно странную вот такую штуку про которую мы поговорим чуть позже это то как различать множественные формы и здесь пустые переводы я бы хотел показать что программа работает и без переводов а давайте вот так сделать давайте один из них переведем а другой нет напишем здесь напишем здесь привет мир вот скомпилируем его как сказано мсгфмт на мсгфмт 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 значит что у нас там исходный файл ru.po а вот финальный файл надо положить в то самое место где он будет искать переводы помните у нас был юсер local шаре 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 локейл мы туда положить не сможем мы не супер пользователь поэтому нам надо в программе ну давайте мы сейчас сделаем а потом сделаем огород значит давайте сформатируем он сермод тут должен называться ру точкам у вот минус вода минус возобнов я тормоз давайте посмотрим ну конечно значит обратите внимание что да что он например видит что мы да вот так вот где еще обратите внимание что он видит когда у нас в одном сообщении в одной сообщении есть перевод строки а в другой нету и горит не ребята вы чё-то не то сделали у вас будут проблемы вот а ну вот смотрите даже скомпилируем с какой-то файл он в специальном формате видите бинарном ну в общем фиг бы с ними вот с этим с этим файлом в бинарном формате давайте попробуем запустить нашу частично переведенную программу что-то я не вижу чтобы у нас было сообщение hello world давайте посмотрим где она ищет вот она где ищет этот хель . мы увидите значит вот это наше место куда мы применили домен а вот это то где должен лежать скомпилированный файл внутри внутри как как каталога локейл поки и давайте так сделаем так мы создадим этот файл руками ну минус по естественно да значит переместим мы вы но вы я сказал ру точка мо ру точка но вот сюда вот сюда вот в на в он хочет чтобы назывался хель . потому что домен хи вот и нам придется переписать немножко программу нашу потому что потому что если вы помните у нас там текст домен всегда вот такой ну давайте сделаем так хотелось бы конечно чтобы она могла и так и сяк работать ну не знаю их где тянут в локальные а полок по локалу тогда пускай будет бин текст домен у нас . да интересно умеет он так делать или нет я надеюсь что умеет с вот так ну а значит теперь когда мы определим переменную полокал он будет искать не в юсерл шаре локейл авто в текущем каталоге под каталог lc-месседжес нет под каталог круру т8 днем под колокольцы мест потом хелл ну вот давайте попробуем кстати может быть достаточно было просто ру достаточно просто ру давайте поменяем просто ради ради краткости или не будем то очень без разницы значит обратите внимание вот на что что ру ру т8 это в терминах локали спецификация нашего языка ру это язык нет ру это страна ру это язык а у тф это кодировка первая страна второй язык когда-то в очень давнем году типа 2005 или шестом мы делали локализацию для татарстана для учреждений казани вот и значит там ребята говорят все делайте нам локализацию у вас ру ру а у нас значит будет тттт мы им говорит нет ребят значит первое это код страны а второе это код языка а спасибо сокращение я поправлю сейчас а значит нет ребят первый код страны второго языка страна у нас называется ну типа россия да то есть у вас конечно конечно субъект федерации но не страна вот они говорят ну нет ну вот татарский татарский вас русский русский а у нас татарский татарский мы говорим нет ну как нет нет такой страны это нет нет есть такая страна ттт мы посмотрели действительно есть тринидаты табага и в какое-то время такая локаль существовала но потом тринидаты табага татарский язык но потом все таки мы их убедили что лучше русский ну да ладно значит что там ничего мы будем делать не будем мы лучше исправим ошибку многие темп спасибо спасибо кто внимательно следит за происходящим так ничего поехали тебе не нравится что я гитинг не определил давайте посмотрим где она определяется с тдлибе она определяется так вот стдлибе значит тдлиб так действительно нету стдлибо понятно по подчеркивание локал равняется единице тогда обратите внимание что переведенная строчка у нас перевелась вот перевод взялся из этого моу файла можем кстати даже посмотреть как он это сделал вот так вот переведенная строчка у нас перевелась они приведены не перевелась ну в общем понятно что она не привела и дайте переведем так обратите кстати внимание на вот комментарии это тоже не комментарии видите запятую все формат которые означают что в данном случае мы знаем что язык программирование си и понимаем что вот этот процент д это такая специальная штука связанная с форматированием вот слова си формат тут обязательно я специально использовал не printf а put s чтобы в первом сообщении слова си формат не было да потому что где текст не слишком умный он не умеет думать за компилятор что там если допустим у printf и нету других параметров кроме строки он заменяется на puts а если есть он не заменка и короче к естественно не думает видит printf пишет си формат не видит printf и говорят просто строчка ну вот просто строчка и си форматная строчка давайте проверим значит нам надо скомпилировать снова msg fmt сразу положим в правильное место о да да вот и попробуем не получилось что я сделал не так я нашел ошибку ошибка очень простая обратите внимание что вот в этом бинарнике скорее всего он он старый я его забыл перекомпилировать видите он пишет hello world а у нас переводе уже world то есть это частичный перевод ну давайте проверим да вот ничего удивительного что этот провод частично и он не работает надо просто скомпилировать его и все вот и все чего не сделаешь в спешке ну давайте попробуем чем с этим сделать в конце концов значит смотрите допустим мы изменили изменили нашу программу я очень надеюсь что после этого заработает зараза такая изменили нашу программу и у нее изменилось сообщение что при этом происходит когда мы генерим новый новый горшочек до msg msg init значит мы нашу программу поменяли мы здесь написали hello world если мы при этом воспроизведем нашу мsg init нет сначала нужно изгиб текст конечно xg текст вот этот самый hill . под тут пропишет hello world и когда мы скажем мсг init он нам обновить наш перевод ru . по да блин да ой он не обновил его зараза 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 я не эту кнопочку нажал вот застрял в своем этом самом мсг init создает с нуля нам не нужно писать им изглинит нам нужно сказать мсг мерш и когда мы говорим о мозга мерш мсг мерш минус у по минусу можно не говорить дальше мы говорим куда ру . по и откуда и откуда hill . под ну да только минус у ему надо сказать потому что он его запишет вот мы получаем смотрите какую картину мы получаем что поскольку у нас сообщение к перевел старая сообщение к исчезла вместо нее есть новое но не очень похожи поэтому нам xg текст говорит ребят слушайте у вас сообщение поменялось но похоже это она вот она пометила там фузи было написано короче точно там было написано фузи где-то короче если написано фузи у нас вот это вот перевод не применяется возьму удаляем вот и в таком виде его компилируем msg fmt да блин не работает ну что ж придется придется выяснять чем не работает давайте мы переключимся на бэкапный вариант потому что он работает вас да вот значит давайте посмотрим что получилось в этом проекте извините что пришлось так делать но всякое бывает значит вот у нас примерно такой же файл единственное что а перемены называется по локал не локал то вся та же фигня вся та же ерунда только работающий обещаю найти различие потом написать в конспекте что было не так вот но для ближайших 10 минут все-таки важно не давайте только здесь вместо 5 поставим 7 так как и там да но это значит обратите внимание что x get текстом мы перегенируем горшочек в смерч нас пересобирает пересобирает по и вот все хорошо предмет вернули миров и теперь мы смотрим что 0 миров 1 миров 2 миров 3 миров 4 миров 5 миров и 6 миров то вот 1 2 3 4 и 5 1 2 3 4 вообще говоря плохо читаются на самом деле такая же фигня с английским вариантом английский вариант недостаточно хорош вот вот здесь вот должен быть один world значит мы должны использовать plural форм который в английском случае двойственный а в русском случае множественный давайте это сделаем давайте я это сделаю прямо тут вот или нет дать для экономии времени я просто скопи пащу извините просто мы слишком много на тупешку времени я потратил вот значит как все меняется во первых мы должны обернуть наш вызов множественным формам в специальный вызов n get текст мы тоже можем его здесь задефинить и в этом самом вы в x get тексте сказать что-нибудь но мы не будем этого делать обернуть нашу строчку в специальный вызов n get текст который говорит о том что здесь у нас для единичной формы у нас используется вот такая строка а для множественной формы используется вот такая строка в этом случае даже просто скомпилированный файл смотрите вот будет работать как надо да n get текст будет выбирать в зависимости от зависимости от значения вот этого и да если она единица то вот этот вариант а если она не единица как выглядит перед мы перевод если мы запустим вот эту программу то мы увидим да вот так вот мы увидим что под файл выглядит слегка по-другому видите во у нас в мсг-ид появился еще вариант plural да единственная форма множественной формы но и какие-то две предполагаемые множественные формы для множественных чисел но в русском случае это будет не так смотрите посмотрим что он волнует будет в русском случае о в русском случае нам на генерится три различных варианта plural форм для одного числа для одного для два три четыре и для для любого другого числа это будет это связано с тем что у нас язык русский и у него описано вот теперь возвращаемся к вот этому мракосу страшному у него описано как выглядит plural forms вот значит три множественные формы если процент то есть если остаток отделения на 10 это единица но при этом остаток отделения на 100 это не 11 потому что 11 она склоняется также как множественная множественная форма много да то это нулевая форма то есть 1 21 31 101 2 миллиона 1 это форма единичного числа если от двух до четырех включительно ну или соответственно остаток отделения а это что остаток отделения на 100 меньше 10 а ну да за счет да соответственно это у нас будет первая форма да там 34 но не 13 не 14 то есть 13 14 это тоже много вот и все остальные формы это много вот вот по этому принципу у нас делятся нулевой первый и и и и и второй вариант и если мы сейчас запустим перевод сейчас скажу как это делается то вот вам пожалуйста четко первая строчка переведена вторая строчка переведена третья строчка переведена и дальше вот видите кстати да вот ой чё не так а потому что пяти я забыл на 7 поменять там то я поменял а здесь нет вот вот вам весь цикл от начала до конца от скомпилировали нашу программу перегенерили горшок на основании содержащейся в ней гиптекстовой информации слили старый горшок с новым в этом месте могли бы и поредактировать если мы в этом месте не передактируем мы получим фазе вот скомпилировали положили в это место наш скомпилированный файл здесь у нас под каталог лакеил используется но и собственно запустили без локализации запустили с локализации обратите внимание на то что если бы мы писали программу традиционным образом то есть положили бы локали вот сюда и смогли бы ее положить из-под рута вон туда то она разумеется сразу бы запустилась как локализованная да то есть ну вот давайте мы чтобы было чтобы было понятно да у вас и таки тем в который надо будет тоже убрать вот так вот да вот то есть идея стоит в том что мой пример был более сложный чем в реал-лайфе в реал-лайфе здесь обычно пишет одна какая-то локаль мы просто для тестовых целей это дело это дело вот сделали вот так это пожалуй все что я собирался рассказать про практику этого дела но хочу на уровне бла бла рассказать еще если при перевозе сообщения изменились до неузнаваемости никакого фазе не возникло и поэтому нам исправлять не надо давайте еще раз фазе проверим чтобы ну не знаю вот вот нет так нельзя делать там надо звездочку использовать не хочу давайте вот так сделаем вот смотрите мы поменяли перевод а нет давайте даже не так сделаем волк а здесь пускай будет как было если перевод поменялся драматически то у нас наша наша локаль где она тут вот она о перевод потерялся а старый перевод запомнился в translation memory вот это опять видите не комментарий до оставляйте их тут мы можем конечно перевести и написать вот после чего все опять заработает вот мы переперевели и говорим говорим вот но самое смешное что если мы решили что открытый космос нам не подходит и вернули обратно в то вот этот теперь нам вот этот перевод вернулся из translation memory причем гирте взгляд слушайте он вот хороший годный он прям вот тютелька в тютельку годится никаких фазе сам будет работать а зато вот этот привет из открытого космоса отложился отложился в translation memory вот я тут делаю мэйк но если вы приглядитесь вы видите все команды которые которые при этом происходят последнее что я хотел сказать что на самом деле я думал успеть это сделать но видите мы занялись вступлением я занялся вступлением и что-то у нас там потеряли время так вот последнее что я хотел сказать что три plural формы это никдогма давайте мы попробуем 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 сюда заглянуть вот это на самом деле если внимательно это почитать страшная ужасная но обычная сишная конструкция из тернарных операций вы например можете захотеть четыре plural формы когда у вас для ситуации когда один предмет вообще единичка не выводится ну в принципе это с помощью специальных маркеров когда мы звездочек кажется помечаем этот самый процент д вот делается но идея какая 1 это просто привет мир 2 это мира 3 мира а 101 это снова мир но тогда уже привет 101 мир понимаете до 4 формы plural для этого мы вот здесь меняем эту форму внезапно потому что при компиляции она используется пишем что n plurals равно 4 и сюда вписываем еще один вариант собственно тот самый который ну понятно как в зависимости от того какая-то формула вот здесь вот как она здесь приземлиться не вписываем еще один вариант вот этот для неупоминания единственного мира вот такая штука тоже есть она будет необязательным домашним заданием я сам попробую это сделать если у меня получится то как бы отлично если не получится ну значит я скажу что не работает я думаю что она работает такие дела это что касаемо что касаемо вот этого формата plurals просто у нас есть нет некоторое количество шаблонов которые сюда приезжают когда мы все информативы а вот что будет в домашнем задании и пока мы этого не сделали да это использование автотулса если только но не мега страшное в принципе есть инструкция она ну такая из 20 шагов вот из 20 шагов это плоховато конечно вот я постараюсь эту инструкцию сократить и сделать короткой и соответственно в домашнем задании будет скорее всего локализация помните у нас был проект где мы 16-ти ричный файл дампали в курсе вот его надо будет перевести на русский вот минимум минимум это перевести его на русский с из вот как он есть просто добавить туда локализацию ну и соответственно соответственно возможно его нужно будет еще обмазать автотулсами вот или танцы мейком если хотите я посмотрю опять-таки насколько это будет реально и для тех кто он а но там не будет варианта plural форм да не будет окей тогда нет тогда я придумаю другое домашнее задание в общем скорее всего если мне удастся освоить самому вот эту штуку не так удастся построить короткую методичку то тут будет короткая методичка по использованию автотулс и домашнее задание будет на автотулс все братцы я и так выжил больше времени чем надо слишком много тупил а я не показал я за ничего не показал я вот это не показал вот вы можете переключать локаль с помощью команд лциол или там по-моему и лц месседжес используются по молчанию а ну мессаджес а буду на разумеется лц месседжес вот же они все так ну вот собственно все поскольку вопросов я больше не вижу то видимо на этом мы заканчиваем вот с домашним заданием она будет сегодня обещаю вот в той или иной форме а ну и собственно до новых встреч